Сегодня мы с вами чуть-чуть окунемся в историю прошлого, посетим некоторые места в Иерусалиме. Мы сегодня, в принципе, чуть-чуть только остановимся на этом. Это то, что связано с историей, с археологией, но только чуть-чуть. А затем мы перейдем к уникальной лекции «Вторжение из космоса». В самом начале, так как некоторые люди написали такие записки, «Расскажите что-нибудь о себе, расскажите о своих близких. Кто у вас есть? Вы сказали, что трое детей». Ну вот, я хочу вас познакомить с близкими моему сердцу людьми. Это моя семья, правда, что это фотография, где они меньше, а это они постарше, мои дети, сын Сергей, затем Элла, а затем Ольга. И это моя возлюбленная супруга Татьяна Васильевна, с которой мы прожили 28 лет. И должен сказать вам, это самые замечательные годы моей жизни. И особенно теперь. Потому что я вам один секрет открою. Лидия Дмитриевна рассказывает о семейных отношениях. Но я ей не рассказывал это. Но я скажу, она вместе с вами услышит. Когда я женился, это очень давно произошло, это 1980 год был. Юбилейный год. Когда мы поженились, я любил свою девчонку. Я ее, казалось, очень любил. И мне казалось, что все правильно было. Но я хочу вам открыть один секрет. Сегодня я ее во много раз больше люблю, чем любил тогда. У меня любовь прогрессирует. У некоторых любовь, у некоторых семьях, я знаю, что любовь деградирует. То есть поженились, есть влюбленность. На основании исследований я выучил это, что влюбленность длится примерно от трех месяцев до трех лет. И затем она прекращается. И если влюбленность не переросла в подлинную любовь, то тогда прекращаются всякие любовные отношения. И потом живут, потому что так надо. Рождаются дети, живут ради детей там и так далее. Но это неправильно. У моей семьи так не было. Мы из влюбленности перешли в более глубокую, серьезную любовь. И эта влюбленность и любовь увеличивается. И если бы сравнить уровень или вес любви сегодня к моей супруге, и тогда, когда мы только дружили и решили пожениться, мне кажется, как небо высоко от земли, так у меня сегодня выше любовь от той любви. Бог мою любовь умножил. И я счастливый. Бог подарил мне троих детей. Все они уже поженились. И я имею внука, уже дедушка стал, старый очень. И я благодарю Бога за то, что он подарил мне мою семью. Ну, а это чуть-чуть так о себе. Ну, а теперь спасибо вам огромное. Огромное спасибо. Ну, а теперь давайте посетим вновь Иерусалим. Перед вами старинная арка, через которую хорошо просматривается мечеть Амара. Искушая Иисуса Христа, дьявол однажды поднял его на самый высокий угол храмовой стены. И тогда он сказал такие слова. Бросься вниз, сказал он это Иисусу. Ибо ангелом твоим заповедал, не приткнешься ногою, а камень твоею. Ангелы понесут тебя на руках. Вы помните, откуда это? Живые помощи, да? 90-й Псалтырь. Это оттуда. И он использовал этот текст, искушая Господа и Бога своего Творца. Он искушал, потому что он видел, что он этот Бог всемогущий, теперь находился перед ним у человеческой оболочки. И поэтому он думал, что он захватит власть над ним. И он призывал его поклониться ему. Он призывал его, чтобы он сделал что-то неправильное. Но Христос – это вечный Бог. И он видел эти умыслы дьявола. И он не прислушался. И знаете, чем он защищался и боролся с дьяволом? Сколько бы дьявол не подходил к нему и не пытался его искушать, Иисус знал хорошо Библию. И он отвечал всякий раз, «Написано, как читаешь, в Священном Писании написано, и я делаю так, как написано». Это очень хороший метод защиты от нападков дьявола. Ну, а это так называемые красные ворота, или некоторые их зовут еще золотыми воротами. Говорят евреи, что Мессия, когда придет, вы знаете, что они не приняли Мессию, есть такое движение среди евреев, как евреи, которые приняли Мессию Иисуса Христа, мессианское движение. Но основная масса евреев, они не приняли Иисуса как Мессию. И поэтому они ждут Мессию. И они верят, что когда придет Мессия, Он войдет в Иерусалим через эти красные ворота. Параллельно с этим можно отметить, что мусульмане похоронили там 450 почти воинов, здесь у этих ворот. И они верят, что когда придет Мессия, и захочет туда войти, в эти ворота, они знают эту идею, что туда должен войти Мессия. И они верят, что произойдет воскресение этих воинов, и они защитят Иерусалим от хода туда Мессии. Здесь вы видите макет древнего города Иерусалима, дней Иисуса Христа. Этот макет под открытым небом, очень такой занимает хорошую территорию в Иерусалиме. И справа вы можете видеть дворец Иерона. Вот я стрелками здесь показываю. Вы можете видеть шпилеобразную башню, откуда прокуратор или царь мог обращаться к народу. Правее еще есть площадь, на которую могли собираться люди. Перед вами Иерусалимский храм, тоже здесь вот, каким он был. Он обнесен двойным забором. И вот между первым забором и вторым, вот вы видите эти заборы, один забор и второй. Между этими заборами, то есть это уже забор, на территорию которую не могли попасть просто любые люди. Туда могли попасть только евреи. А если люди были необрезанными, то есть, ну, те, которые были обрезаны, потому что были и неевреи обрезанными, которые принимали еврейскую, иудейскую религию. И вот те, которые были обрезаны, они могли уходить туда, на территорию храма. Но необрезанные никогда не могли попасть туда. Вот это вид храма из центра. Я стою здесь в центре этого макета. И вот с центра просматривался вот таким образом вид храма. Посмотрите на этот город. Вот это город времен Иисуса Христа. Старый Иерусалим, тот, которого сегодня нет. И я уже вам говорил о том, что немножко архитектор, который восстанавливал стены древнего Иерусалима, то он немножко сместил эти стены и лишился головы своей за то, что он не сделал это точно. Ну, а теперь давайте вернемся к нашему времени. Мы вернемся к Иерусалиму еще завтра. Ну, а сегодня давайте вернемся к нашему времени, к 21 веку. Многие думающие люди сегодня задают вопрос. Куда мы с вами идем? Кто может решить эти проблемы, с которыми сегодня столкнулось человечество? Друзья мои, хочу показать вам маленький видеоролик, который говорит о проблемах. Утренний газет вряд ли даст вам хороший заряд на день. Проблем в мире становится все больше. С каждым днем они более сложны и трудно разрешимы. КОНЕЦ 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 Каждого мыслящего человека мучает вопрос. А что же будет дальше? Друзья мои, а может нам помогут пришельцы из летающих тарелок? Может они те космические существа, которые смогут помочь решить те проблемы, с которыми столкнулись люди? Итак, наша лекция сегодня носит название «Торжение из космоса». И кто те космические существа, которые реально могут помочь человечеству? Важно отметить, что каждые несколько лет жителей планеты Земля захлёстывает новая волна. Волна интересна к неопознанно летающим объектам. Один из первых таких пиков датируется в 68-69 годах 20 века. Люди говорят, что наблюдается твёрдый класс неопознанно летающих объектов, а также есть мягкий класс НЛО. Конечно, феномен летающих тарелок, он разрастается лавиннообразно. Причина этому, что люди, они верят в сверхъестественное. Им хочется что-то чудесное, необыкновенное увидеть. И меня всё время это смущает, что именно вот чудесное, сверхъестественное, оно может сбить человека с пути правды. На лекцию однажды пришёл человек, который сказал, что в течение нескольких лет он работал на правительство, исследуя летающие тарелки. И он не был особенно религиозным таким человеком, но он заинтересовался лекциями. И после лекции он рассказал следующее. У нас он сказал, нет доказательств относительно того, общались существа из летающих тарелок с людьми или нет. Но мы обнаружили интересную особенность. Где бы люди не заявляли о том, что с ними произошла такая встреча, её суть всегда сводится к одному. Войну необходимо прекратить и установить мир. Если неопознанные летающие тарелки прилетают, и на них действительно космические существа, то если они имеют своей целью, войну нужно прекратить, нужно на земле установить мир. Скажите, это доброе или нет? Это доброе! И вы знаете, когда я читаю Библию, вроде и Библия за то, чтобы был мир. И поэтому кажется, что всё вроде бы правильное. Но следует заметить, что с увеличением этих вот встреч, интриг, интереса к встречам с НЛО, одновременно наблюдается рост к оккультным наукам. Развивается рост к парапсихическим явлениям. Друзья мои, а это вводит нас совершенно в иную сферу. Что говорят парапсихологи о неопознанно летающих объектах? Есть ли взаимосвязь между оккультным миром и летающими тарелками? Чтобы облегчить этот ответ, я хочу процитировать вам высказывания ведущих в мире парапсихологов. Например, Сибин Лик, он известный, знаменитый английский астролог, он заявил следующее. «Пришельцы из космоса посетят нашу планету с посланием мира». Этот человек, если бы вы с ним поговорили, отрицает, что Библия является вдохновенным Словом Божьим. Этот человек отрицает божественность Иисуса Христа. Он говорит, «О да, нас посетят с помощью тарелок существа из внешнего пространства, и они придут принести нам мир, они придут решить наши проблемы». Еще один парапсихолог Олаф Джонсон, он заявил, «Очень скоро контакт между существами улетающих в тарелках и нами совершит благодеяние для человечества». Еще один известный астролог Джордж Кинг, он отрицает, что Христос придет буквально, он заявляет, «Существа из НЛО принесут миру мир». Поэтому посмотрите эту взаимосвязь, эту связь НЛО и парапсихические явления или астрология. Почему-то у них все увязывается, и, как я сказал, это приводит нас совершенно в иную сферу вот этих событий. Друзья мои, большинство парапсихологов отрицают истинность Библии. Они отрицают божественность Иисуса. Они отрицают, что Бог вернется вновь на нашу планету. Они отрицают реальность этого события. Они утверждают, что Библию необходимо переписать. Они говорят, что Библия устарела, и ее нужно переписать для современного общества. Они считают, что мировые проблемы, они будут решены пришельцами из НЛО, и они принесут миру мир. Интересно заметить, что НЛО и оккультизм имеют очень странное притяжение и сходство. И вот сегодня, наблюдая за всем этим, делая этот анализ, сравнивая и делая эти параллели, друзья мои, я вижу, что наш мир уже готов к величайшему из всех обманов, которые когда-либо дьявол инсценировал по отношению жителей планеты Земля. Вопрос даже не в том, были ли наблюдаемые явления реальными, или, может быть, нет. Есть такое понятие, как галлюцинация. Галлюцинация – это то, что человеку показывается, как будто реально, но это не так. Я вспомнил вот прямо сейчас, как мы однажды заблудились в пустыне Сахара. Друзья мои, это страшная ситуация. Когда у вас заканчивается вода, и у меня случилось такое, что у меня одного осталась вода, у всех моих коллег иссякла вода полностью. То есть все бутылки, которые у нас были с пресной водой, все закончилось. И когда все закончилось, у меня было еще две бутылки. Я очень четко распределял. Я уже не первый раз там был, и поэтому я четко регулировал питье воды. И на этих двух бутылках мы смогли продержаться еще 4 часа в пустыне при температуре плюс 50 градусов. И послушайте. И когда вдруг случилась беда, что мы сбились с пути, это было нечто ужасное. Я был потрясен, когда все стали видеть мираж. Пальмы такие красивые, зеленая лужайка, небольшой водоем, красивые цветы. И самое главное, если бы это одному показалось, 6 человек видят одно и то же. 6 человек. И если бы вы заставили переубедить, что это неправда, ни один бы не поверил. 6 человек! Как они могут ошибиться? Поэтому я убежден сегодня, абсолютно убежден в том, что не до конца я верю в то, что действительно, может быть, 100% явился этот неопознанно летающий объект. Но иногда я допускаю такое, что это реально могло произойти. Я верю, что вполне реально и в мягкой форме, и в твердой форме может, могло случиться, что люди видели этот неопознанно летающий объект. Не главное, действительно это было или нет. Я сегодня не хочу сконцентрировать свое внимание на том, что вот действительно были эти неопознанно летающие объекты. Это не самое главное. Самое главное, это или же основная проблема, она лежит в том, чтобы обработать ум человека. Чтобы ум человека приготовить к чему-то. Посмотрите на ситуацию нашего мира. Миллионы людей сегодня не видят путей решения мировых проблем. Голод, распространение войн, ненависть, которую сегодня питают все люди, это все шире и шире охватывает земной шар. Люди, отрицающие Библию, они обращаются сегодня за ответом к астрологам, к астрологам, к оккультному миру. Они жаждут получить сверхъестественное какое-то явление для того, чтобы убедиться, что вот это правильно. Они не пытаются решать проблемы другим путем. Их не устраивает сегодня Библия. Многие люди рассматривают Библию как нечто устаревшее и ненужное. И постольку, поскольку они утратили доверие к Слову Божьему, к этой уникальной книге, которая есть, что сказать современному человеку, то эти люди, они подготовлены к самому великому дьявольскому обману. В двух словах скажу. За этими тарелками стоит дьявол и сатана. Он готовит мир к самому великому обману. И поэтому для него очень важно, чтобы люди поверили в это. И для него несложно создавать и в твердом виде, и в мягком видимость, или может быть даже реально, чтобы люди увидели эти неопознанно летающие объекты. Друзья мои, дьявол тоже изучает Библию. Он изучает пророчества. И он знает, чему надлежит быть вскоре. Может ли произойти такое, что он готовится появиться на небе, как ангел света, и заявить, «Я Господь Бог, Который пришел решить ваши проблемы и явиться светящимся существом, вокруг которого тоже будут ангелы». Я думаю, что у него получится. Люди, которым нравится верить в НЛО, которые настраивают себя на это, я думаю, что они готовы будут поверить ему, если он вдруг явится так и заявить о себе как о спасителе человечества. Возможно ли, что перед вторым пришествием Христа появится сатана и попытается обмануть весь мир, заявляя, что он есть Иисус Христос. Друзья мои, то, что сегодня происходит в нашем мире, оно действительно требует вмешательства Бога. Люди на самом деле зашли в такой тупик во всех этих проблемах, что они не смогут действительно разрешить все эти проблемы. Никогда они не смогут это сделать. И послушайте, давайте посмотрим на Бога. Сколь долго Бог будет смотреть на страдания Его разумных существ на планете Земля. Сколько долго Он будет терпеть эти страдания и вопли тех, которые встречаются с горем, с болью, которые плачут здесь, на этой земле. Я убежден, что Он не хочет этого видеть. Я убежден, что Он не сможет долго терпеть это. И Он придет в наш мир. Сегодня экономисты разрабатывают программы выходов из кризисов, которые попадают в страны, государства, люди. Но они не могут изменить человека, чтобы каким-то образом эти программы внедрить в человечество, чтобы их использовали для решения проблем. Самые прекрасные отношения они сегодня превратились в распутство. Безнравственность она прогрессирует и не только на рекламных счетах, и не только на нудистских пляжах. Развлечения они загубили смысл жизни человека. Алкоголизм, наркомания они уничтожают разум и здоровье и молодых и старых людей. Преступность она с каждым днем увеличивается. Похищение взрослых и детей стало сегодня путем решения проблемы конкурентности. Друзья мои, только Бог может решить все эти проблемы. И Он вмешается в историю. Библия сообщает о том, что иногда Бог вмешивался в историю. Бог вмешался однажды в историю, когда был потоп. Он вмешался в ход истории Содома и Гаморы. Да, Он иногда вмешивается в историю. И Библия сообщает, что должно еще одно вмешательство произойти. Христос сегодня обращается к человечеству и говорит, ко мне обратитесь и будете спасены все концы земли, ибо Я Бог и нет иного. О, если бы сегодня люди поверили Ему. Насколько легче было бы все разрешить. Христос сегодня приоткрывает занавес, чтобы люди могли знать, чему надлежит быть вскоре. Завтра я покажу вам семь величайших знамений конца, которые подтверждают, что возможно мы с вами то самое поколение, которое живет в конце времени истории человечества. И мы с вами попробуем разобраться, где в ходе истории человечества находимся темы конкретно. Не пропустите эту лекцию завтра. Друзья мои, действительно ли человеческая раса сегодня подошла к концу? Библия утверждает следующее. Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим пророкам. Итак, сегодняшняя лекция вторжения из космоса. Или же то, что описывает Библия в пророчествах. Каким образом действительно космические существа вмешаются в ход истории человечества? Друзья мои, что мы можем знать и чего не можем знать о пришествии Господа Бога на землю? О пришествии Иисуса Христа? Библия говорит, что Христос как Мессия однажды пришел в этот мир. И Библия говорит, что Он еще раз придет для того, чтобы положить точку над И и положить конец всякому злу и всяким проблемам. В последние дни Своего земного служения Иисус Христос предсказывал ученикам, что Ему придется умереть. Он говорил о том, что Он воскреснет третий день, но ученики никак не услышали этой идеи. Они только слышали одно, что Он сказал, что Он умрет. И они считали, если Он умрет, то с Его смертью закончится все, о чем они мечтали. К сожалению, многие из них, из учеников, они мечтали, что Он сделает свое царство на земле именно в те дни. И они мечтали о том, что каждый из них будет по правую и по левую сторону с Иисусом сидеть и править этим миром, потому что так учили раввины тех дней. Но Христос видит, что они смущаются и не понимают, и не понимают, о чем Он говорит, тогда Он сказал им уникальную и дал надежду, да не смущается сердце ваше. Я иду приготовить место вам и приду опять и возьму вас к себе. Позвольте заверить вас, с тех пор искренние последователи Иисуса Христа во все века с надеждой ожидали второго пришествия Иисуса Христа. Они ожидали Его возвращения. Почему современный человек потерял из виду эту надежду? Почему современный человек потерял надежду, что есть Бог, который приглашает ко мне обратитесь и будете спасены? Есть Бог, который пообещал я вернусь, я вернусь и возьму вас к себе. Апостол Павел из тюремной камеры писал, что он ожидает блаженного упования, или слово упования это надежда, и явление славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Друзья мои, Павел мог без страха смотреть палачам своим в глаза, потому что он имел надежду вернется Иисус, и когда он вернется, он даст мне новую жизнь. И огромным источником подкрепления для нас является то же обещание, потому что то обещание, что Христос сказал, я вернусь и возьму вас к себе, оно имеет отношение ко всем последователям Иисуса Христа. Он придет опять, и это единственная надежда, это развязка для всех тех проблем, с которыми столкнулись люди, это надежда на счастье и жизнь для нашего мира, зная, что сатана, послушайте внимательно, Иисус, зная, что сатана попытается подделать его пришествие, Он оставил в Библии точные детали своего возвращения. Он предупреждал, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить. Христос знал, что дьявол подстроит его пришествие, он знал, что он явится и объявит, что он является истинным Христом. Многие люди, которые не знают того, что Христос описал, как свое возвращение, каким оно будет, они будут обмануты. Они окажутся в беде, они поверят неправде. Если мы не знаем признаков Иисуса Христа, Его пришествия, Его возвращения, если мы не сможем обнаружить подделку, мы будем обмануты дьяволом и сатаной. В Соединенных Штатах Америки несколько лет назад похоронили новоявленного Иисуса Христа по имени Дэвид Кореш. Вы знаете, когда я рассказываю об этом, иногда люди смеются, насмехаются над этим. Да, какой там Он Христос. Но если бы попали под Его влияние, то есть вместе с Ним пообщались, и Он бы сотворил чудеса в присутствии вас, вы бы по-другому стали мыслить о Нем. И Он смог многих людей, молодых, покорить, которые последовали за Ним. Но Он умер. Друзья мои, Иисус Христос говорил не о каких-то, знаете, таких неуклюжих обманах. Он говорил о невероятных обманах. Так что почти, Библия говорит, весь мир почти будет обманут. Эти самозванцы, они будут пытаться подтвердить свои притязания при помощи сверхъестественных чудес. Представьте, что однажды вечером вы приходите домой, включаете телевизор и в сообщениях, новостях слышите, Иисус пришел на землю и Он сегодня находится в городе Москва. И множество людей приезжают туда, толпы народа послушать Его. И Он прикасается к людям и они исцеляются. Что будете делать вы? Поедем. Поедем посмотреть, прикоснуться. Понимаете, если мы не знаем, каким будет возвращение Христа, вторжение из космоса, мы можем быть тоже обмануты. Посмотрите, что говорит Христос о Своем втором пришествии, о возвращении. Христос говорит, если скажут вам, вот Он в пустыне, не выходите, вот Он в потаенных комнатах, не верьте. Если скажут, что вот Христос пришел и Он сегодня в Каракумах, в пустыне Каракумы, или Он сегодня в пустыне Сахара, не верьте. Если Он в каком-то дворце культуры, на площади какой-то, не выходите, потому что это обман, потому что Христос знал и Он сообщает детали своего пришествия. Итак, как можно распознать самозванца? Библия наш единственный и верный путеводитель в таких случаях. Что говорит Библия о втором пришествии Христа? Как будет осуществляться это пришествие? Сегодня мы поговорим с вами о реальном вторжении из космоса и действительно кто те пришельцы, которые решат навсегда проблему человечества. Поэтому хочу предложить вам четыре признака реального вторжения из космоса, которые описывают библейские пророки. Итак, первый признак. Библия говорит, что пришествие Христа будет видимым для всех жителей планеты Земля. Читаем Евангелие от Матфея 24 глава. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие сына человеческого. Вам не нужно будет справляться у своих соседей, у своих друзей, не нужно будет звонить по телефону, ты не знаешь, там еще Христос не пришел, какие новости сегодня. Вам не нужно будет озадаченными быть этими вопросами. Все, что нужно будет вам, это смотреть. И когда вы будете смотреть, вы увидите, вы сами увидите второе пришествие Христа. Вы увидите его, как он будет возвращаться. Христос придет видимым образом для всех людей. И вы будете все видеть это. Не будет на земле ни одного человека, послушайте, ни одного человека, который бы не заметил. Библия говорит, все грядет с облаками и узрит его всякое око и те, которые пронзили его. Да, всякое око узрит. Друзья мои, глаза старых узрят его, глаза молодых узрят его, глаза детей узрят его, глаза слепых узрят его и увидят его, глаза спасенных увидят его и глаза грешников увидят его. Не будет на земле ни одного человека, который бы не увидел и не знал, что пришел Христос. Христос не объявится тайно. Он не выйдет из летающей тарелки какой-то части земли. Он придет видимым образом для всех жителей планеты земля. Не будет на земле ни одного человека, который не заметил бы второго пришествия Иисуса Христа. Библия утверждает и узрит его всякое око. Если вас интересует, как это произойдет, я вам попытаюсь проиллюстрировать. Скажите, солнышко видят люди, живущие на земле, все или половина планеты видит в течение суток, а половина не видит? В течение суток все видят. Библия сообщает в книге Апокалипсис, что пришествие Христа, когда будет происходить это время в Библии пророческое представляет где-то полчаса. И оно представляет собой несколько дней. Вот несколько дней это сюда приход и возврат обратно к тому месту, где Бог обитает. И поэтому в течение нескольких дней будет приближаться Христос на землю. Поэтому не будет ни одного человека на земле, который бы не заметил, как солнце мы видим, так мы будем видеть пришествие Христа. Библия говорит, что это будет славное событие. Итак, первый признак, который говорит о пришествии Господа, о вторжении из космоса, его возвращение будет видимым для каждого человека. И ни одному человеку не нужно будет справляться и узнавать, не случилось ли это событие. Второй признак. Его пришествие будет слышимым для всех жителей планеты Земля. Вы знаете, сатане бы пришлось призвать на помощь всю природу для того, чтобы сымитировать второе пришествие Иисуса Христа. Послушайте, как описывает пророк Божий Иоанн описывает книги Апокалипсис возвращение Иисуса Христа. Послушайте. И произошли молнии, громы и голоса и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, так великое, и всякий остров убежал, и гор не стало. Когда не будет Карпат, когда не будет Альп, когда не будет Гималайю, когда не будет гор, когда не будет островов, вот это тогда пришествие Христа. землетрясение. Бывает землетрясение, которое трясет часть земли. Библия говорит, что вся земля будет трястись от славы Божьей, от силы Божьей. Вот это будет пришествие Христа, когда на каждой частичке земли будет землетрясение. И пока этого не произойдет, пока люди это не услышат, не будет это не Иисус Христос. Невозможно скрыть землетрясение, по крайней мере, такое, от которого рушатся города, от которого рушатся горы, от которого уходят в море острова. Такое землетрясение невозможно не заметить. Но постойте, это еще не все. Библия говорит, что мертвые, они тоже услышат пришествие Иисуса Христа на землю. Послушайте, что пишет об этом апостол Павел. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба и мертвые во Христе воскреснут. Мертвые услышат второе пришествие Иисуса Христа. Помните, что это не Иисус Христос. если не откроются могилы и ваши родные, близкие, усопшие в Господе не выйдут из пыльных могил. Это не будет какое-то клонирование, это не будет реинкарнация, о чем сегодня пытаются многие говорить. Библия говорит, восстанут мертвые тела. И каждый из них будет реальным физическим человеком, личностью и будет в расцвете сил. Теперь вы понимаете, что сатане никогда не удастся изобразить настоящее пришествие Христа. Он может сделать это на каком-то кусочке земли, но никогда-никогда у него нет сил, возможностей, нет ресурсов сделать это на всей планете Земля. А воскресенье он вообще не может сделать. Он не имеет жизни в себе самом и не может дать жизни. Что вы думаете произойдет с теми, которые не были готовы к встрече с Иисусом Христом? Завтра я скажу некоторые важные детали и что можно и нужно сделать, чтобы быть готовым. Но друзья мои, в день пришествия Христа Бог дарует жизнь вечную, бессмертие каждому, кто поверит в Иисуса как своего спасителя, кто примет Иисуса своим спасителем, который почти 2000 лет тому назад стал искупителем Мессии, уплатил цену за спасение рода человеческого. И всякий из этого рода человеческого, кто поверит в Него и примет то спасение, его смерть и его вечную жизнь, которую он хочет подарить и дать каждому вернуть потерянный рай, он сможет быть самым счастливым. Но не только это. это будет особое счастье, когда родные и близкие воссоединятся друг с другом, когда произойдет воскресение. Библия говорит, что Бог еще больше хочет сделать для своих детей. Апостол Павел пишет, мы ожидаем спасителя Господа Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его. тело, как у Иисуса Христа, тело, которое больше не будет подвержено боли, тело, которое никогда больше не будет страдать, тело, которое не будет подвержено никогда больше смерти, не будет больше болезней, не будет больше страданий. Какая весть может быть более желанна сегодня, когда так много страдают и болеет людей на планете Земля? Вчера похоронили моего хорошего друга. Очень мало прожил, 61 год. Очень мало. Хотя многие люди и столько не живут. Он не планировал умирать. У него было много энергии, у него было много планов. Смерть не разбирает и не спрашивает. Библия говорит, что больше не будет смерти после возвращения Иисуса Христа. Не будет больше боли, не будет плача. Итак, вторжение из космоса, предсказанное в пророчествах Библии, оно будет видимым для всех людей, для всех жителей планеты Земля. И оно будет слышимым для всех жителей планеты Земля и даже для мертвецов. Как будет выглядеть Христос, когда Он придет второй раз на нашу планету Земля? Нам нужно это знать. Христос четко это определил, для того, чтобы никто не сделал ошибку. Итак, третий признак – реальность пришествия Христа. Христос придет буквально физическим образом на планету Земля. Послушайте. После своего воскресения Господь провел еще некоторое время с учениками, но пришло время Ему возноситься. Пришло время Ему вернуться к престолу Отца Своего. История Первой Христианской Церкви, она сообщает, что поднявшись с учениками на гору Илеонскую, Христос поднял свои руки, благословляя учеников, и стал медленно подниматься от земли. Ученики стояли и глядели на небо, и они пытались каким-то образом запечатлеть образ своего Господа. Как плохо, что тогда не было видеокамер, фотокамер, чтобы это все засняли и сохранили для нас. Но однако же, когда они рассматривали внимательно своего Господа, который был от них, становился от них все дальше и дальше, Библия сообщает, что происходило в это время. Он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо, вдруг пристали им два мужа в белой одежде и сказали, Мужик Галилейский, что вы стоите и смотрите на небо? Этот Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. Друзья мои, этот же Иисус, тот же Иисус Христос, Христос воплачи и крови, с теми же отпечатками от ран гвоздей, Он вернется на планету Земля. Тот же Христос, который вознесся на небо, и облако скрыло Его, заметьте эту фразу, облако скрыло Его, Он вернется таким же образом на Землю. Это произойдет буквально, это не что-то такое тайное, это не что-то духовное. Некоторые люди назначали даты пришествия Христа. И некоторые люди объявили, что в 1914 году Христос пришел в наш мир. Это духовное возвращение, никакого буквального возвращения не будет. Некоторые деноминации объявили, что в 1969 году пришел Христос, и Он пришел духовно, и Он же здесь на земле. Я не верю в второе пришествие Христа такое. Это ложь, это обман. Он придет таким же образом, как Он восходил к Своему Отцу. Буквально ученики трогали Его, щупали. Они прощали с Ним, они обнимались с Ним, они целовали Его. Христос придет буквально, физическим образом. И Библия говорит, всякое око узрит Его. Друзья мои, и так вторжение из космоса будет видимым, будет слышимым для всех людей. Оно произойдет буквально, физическим образом. Христос придет воплоти. И четвертый признак. Библия сообщает, что пришествие Христа будет в великой славе. Послушайте, что говорит евангелист Матфей. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним? Знаете, какое облако взяло Иисуса из виду учеников? Когда они смотрели, как Он поднимался с такими поднятыми руками, благословляя своих учеников, и поднимался все выше и выше. Знаете, какое облако взяло Его? Ангелы Божьи, светящееся облако окружило Его и проводило Его, как царя царей, на престол неба и земли всей вселенной. Он придет второй раз с облаком. И это облако будут представлять эти святые Божьи ангелы, которые будут иметь яркое сияние. Друзья мои, Он не один придет. Он придет со всеми ангелами. Будем помнить о том, что дьявол восстал против Бога, и третью часть ангелов обманул, и они сегодня на его стороне. Но позвольте сказать вам, две части осталось. Я не знаю, потому что Библия об этом нам не сообщает. Сотворил ли Бог эту третью часть ангелов, других которых отнял дьявол? Я не знаю. Но я думаю, что Бог, Он совершенный. И, наверное, количество ангелов, которые у Него были раньше, это тоже было число совершенное. Но я не знаю. Но даже если эти две части – это нечто уникальное, это сияние слава будут намного превосходнее солнечного света. Когда один только ангел прилетел к гробу Господа Иисуса Христа, в воскресенье, когда Христос воскрес, когда один ангел только прилетел, а там стоял сотник со своими воинами и охраняли гроб Иисуса, и когда только один ангел прилетел, славы было слишком много. И сила такая была от присутствия этого ангела, что воины, которые охраняли, они все оцепенели и стали как мертвые. Только присутствие одного ангела. Библия говорит о том, что Христос придет со тьмами тем, с тысячами тысяч ангелов, которые будут сопровождать Его в Его вторжении из космоса. Друзья мои, поэтому сатане никогда, никогда невозможно изобразить подлинное вторжение из космоса для спасения рода человеческого. Иоанн описывает судьбу грешников, и он говорит, «И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись своих мест». Небо скрылось, как свиток. И далее Иоанн описывает, «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и ущелья гор, и говорят горам и камням, «Падите на нас, сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнза, ибо пришел великий день гнева Его». И кто может устоять? Я не хочу быть в числе этих людей. Я не хочу бежать от лица Господа. Я хочу бежать к Нему. Я хочу бежать навстречу. Друзья мои, эти люди потеряны. И они знают это. Они знают, что уже ничего невозможно изменить. Какая печальная картина. А ведь все могло быть иначе. Как много зависит от моего собственного выбора. Как много зависит от того, с чем я соглашаюсь, чему я следую. Итак, вторжение из космоса, оно непременно произойдет. Оно будет видимым, оно будет слышимым событием для всех жителей планеты Земля. Оно произойдет буквально. Физическим образом Христос придет воплоти. Вторжение из космоса, оно произойдет в великой славе. Никакие летающие тарелки, никакие неопознанно летающие объекты не могут иметь тысячной доли той славы, силы, в которой придет Иисус Христос на Землю. Поэтому, если мы с вами будем обмануты, если мы не будем готовы к пришествию Иисуса Христа, мы тогда потеряем все. Второй попытки не будет. Вот почему, друзья мои, нет ничего важнее сегодня, как серьезно подумать о своих отношениях с Господом Богом, с Иисусом Христом. Друзья мои, как непрочны земные ценности, которыми мы иногда так дорожим, достаточно только землетрясения, достаточно урагана, достаточно военных действий, достаточно страшного диагноза, даже телефонного звонка, достаточно с угрозой, как наша безопасность вдруг исчезает. Что нужно для того, чтобы быть готовым ко второму пришествию Христа? Очень реальный, возможный ход каждого человека стать другом Божьим, сделать его своим другом, принять спасение Божье, совершенное на Голгофе в Иисусе Христе, поверить в Его возвращение, посмотреть на реальность исполнившихся пророчеств, посмотреть на исполнение пророчеств сегодня, в наше время, завтра мы поговорим об этом, не упустить своего времени. Сегодня еще есть время принять мудрые решения. Сегодня мы еще можем сделать правильный выбор. И помните, выбирая Христа, мы выбираем все. Подумайте сегодня, где будете вы, тогда, когда Христос придет второй раз на планету Земля? Когда вся природа будет в хаосе, содрогающаяся земля, уничтожающиеся и исчезлающие горы, острова, рушащиеся города, где будете тогда вы? Когда на горизонте появится маленькое облачко, и это облачко будет приближаться к земле и увеличиваться в своих размерах, и его сияние будет все яснее и ярче, что будете делать тогда вы? Древний пророк Даниил предсказал, и в одни тех царств Бог небесный воздвигнет свое царство, которое будет стоять вечно. Оно будет вечно стоять. Ничего уже не изменится. И плохого никогда больше не будет. Беды не будет, зла не будет, горя не будет, боли, печали, плача, смерти не будет. Пришествие Иисуса Христа это тот самый камень из сна на уходоносора, который должен был, будет оторваться без содействия рук. Пришествие Христа это тот камень, который ударил ступни ног этого истукана и собою наполнил всю землю. Где будем мы с вами тогда? Библия говорит, «Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». Это облачко будет все ярче и ярче. С каждым мгновением, пока весь мир не увидит его царя царей и того, кто уплатил дорогую цену, собственную жизнь отдал для спасения тех, кого сотворил по образу и подобию своему. Слава Христа, она будет ослепительной, когда Он приблизится к земле, всякое око узрит его, но уже не мужа скорбей, ни того, на которого можно будет плевать, ни того, кого можно будет бить по щекам, ни того, которого можно будет распять заново. Он придет, как могущественный победитель, не в терновом венце, а в венце славы, со святыми ангелами своими в великой славе. В ряцанию оружием и воинам придет конец. Нечестивые будут вопиять гором, падите на нас, скройте нас от лица сидящего на престоле. Но спасенные, они направятся к обителям, приготовленным для них Господом, где они будут пребывать. И это будет потрясающее событие. Я должен сегодня сказать вам очень серьезную идею. Христос, когда будет возвращаться на землю, Он не будет таким, что вот те, которые были Ему верны, поверили Ему, Он и будет улыбаться, а тем, которые не приняли Его, Он будет грозно смотреть на них. Его лицо будет добрым, приятным, исполненным любви, но те, которые отвергли Его, в этом лице любви, они будут понимать, что пришел расчет. Я не хочу видеть расчет. Я хочу любви. Я хочу Его любить, так как Он меня полюбил. Я хочу быть благодарным Ему за то, что Он сделал для меня. Друзья мои, готовы ли вы сегодня встречи с Иисусом? Почему бы прямо сейчас не принять вот такое решение? Я хочу быть с Иисусом. Я хочу, чтобы тогда, когда Он вернется, бежать Ему навстречу, но не от Него. Пророк Исаия в пророчестве записал даже слова, предсказал, которые скажут те, которые радостно будут встречать своего Господа. И они скажут эти слова, вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас. Иисус Христос скажет каждому из них, придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, приготовленное вам, с какого времени там написано? От создания мира. Вы заметили? Бог ничего не менял. Он очень стабильный. Он ничего не меняет. Он дал Адаму и Еве вечную жизнь. Он дал Адаму и Еве рай, прекрасные возможности, где не было боли и смерти. Но Адам и Ева потеряли это. И что Бог сделает теперь, когда Он вернется второй раз за Своими детьми? Он скажет, я же еще в самом начале это сделал для вас, поэтому возвращайтесь в потерянный рай. Наступил час, чтобы вы были теперь со Мною всегда. Друзья мои, второе пришествие Христа на землю это главное событие в судьбах человечества. С этим событием неразрывно связано завершение Божьего плана спасения на земле. Второе пришествие Христа это самая захватывающая, самая радостная истина книги Библии. В ней твердое обещание будущего. В то время, как вокруг нас царят зыбкость, безнадежность, мрак, никакой гарантии в завтрашнем дне, никакой уверенности. Второе пришествие Христа это главная тема Библии. О втором пришествии Христа только в Новом Завете во второй части Библии написано 380 раз. Каждый 25-й текст Библии говорит о возвращении Господа Бога на землю, чтобы положить конец злу и бедам. Ни о чем больше не написано в Библии, как о втором пришествии Христа. Послушайте, если другие пророчества, которые были написаны только один раз, исполнились слово в слово, как вы думаете, исполнит Бог свое обещание вернуться на нашу землю, о котором Он предсказал сотни раз, дабы убедить христиан, дабы убедить людей, что есть реальность вернуться в потерянный рай. Непременно это сбудется. Второе пришествие Христа не может быть предметом теоретических рассуждений, простого любопытства. Это обращенный к нам призыв Бога готовиться к этому событию. Библия утверждает, Христос однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения грехов, а для ожидающих его во спасение для вечной жизни. На планете Земля есть миллионы, миллионы людей, которые верят в возвращение Господа Бога на землю. Они верят и ожидают второго пришествия Иисуса Христа, потому что Христос повещал, да не смущается сердце ваше, я приду опять и возьму вас к себе. Это его слова, призыв, его убеждение, это светлая надежда, с которой он обращается сегодня к каждому жителю земли, каждому жителю города Винницы, каждому присутствующему в этом зале. Я вернусь, он заявляет, и возьму вас к себе. как мне бы хотелось, чтобы ни один из вас, ни я, ни вы, не пренебрегли возможностью приготовиться к этой встрече, чтобы, когда он придет, радостно встретить своего Господа. Не опоздайте это сделать. Жизнь на земле пусто, меня объяла тьма, холод и страх, слезы в глазах, в сердце тоска. Я в жизни одинок и от тебя далек. Прошу прийти, мне без тебя так трудно. Боже мой, знаю, ты так любишь меня, слышишь мой голос среди ночи. Пастырь мой добрый, руку мне протяни, прошу тебя, прошу тебя, приди. Жизнь на земле пуста, меня объяла тьма, но вдалеке я вижу свет твоей любви. Этот свет обновь поможет мне в пути. Я верю, ты придешь ко мне на помощь. Боже мой, знаю, ты так любишь меня, слышишь мой голос среди ночи. Пастырь мой добрый, руку мне протяни, прошу тебя, прошу тебя, приди. боже, 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 его боже, боже, мать, Боже мой, знаю, Ты так любишь меня, Слышишь мой голос среди ночи и дня. Пастырь мой добрый, руку мне протяни, Прошу Тебя, прошу Тебя, приди. Боже мой, знаю, Ты так любишь меня, Слышишь мой голос среди ночи и дня. Пастырь мой добрый, руку мне протяни, Прошу Тебя, прошу Тебя, приди. Прошу Тебя, прошу Тебя, приди. Спасибо большое, Алла. Мои дорогие друзья, мы сегодня можем себе задать такой вопрос. Что я должен сделать, чтобы быть вместе с Ним? Чтобы мне в тот день не бежать, не повернуть тыл свой к пришествию Дня Господня, Но смотреть лицом и бежать навстречу. Как вы думаете, кого спасет Господь? Кого Он возьмет в свое царство? У меня есть ответ. Есть вопрос, на который я обязательно должен ответить сегодня вам. Как я могу быть уверенным в том, что я буду счастливый в этот день? Как мне иметь эту уверенность? Хочу вам вспомнить одну историю. Это история из около двух тысяч, даже чуть-чуть больше, двух тысяч лет тому назад. Иосиф любил свою жену, то есть свою девушку, Марию. Они дружили вместе, они общались вместе и любили друг друга, и мечтали, что они создадут семью. И однажды Иосиф заметил, что Марии животик чуть-чуть больше. Он что-то стал подозревать. Потом, в следующей встрече, он смотрит в животик еще больше. И он подумал, что проблема. Вы знаете, в то время верные Богу люди, и сегодня тоже верные Богу люди, парень и девушка, когда они дружат друг с другом, они не пытаются попробовать друг друга до свадьбы, пока не получат Божьего одобрения на то, чтобы создать семью. Они не касаются интимных отношений. Они только общаются, узнают друг друга. А интимные отношения – это сокровенное, это то, что Бог разрешил только между мужем и женой. И поэтому Иосиф не касался Марии. Он был чист по отношению к ней. И когда он увидел животик, он подумал, что Мария согрешила. Он подумал, что Мария сделала зло. И он себе подумал, я хранил себя тебе. Я был верен тебе. Как ты смогла меня так предать? И он решил в своем сердце все. Я порываюсь с ней. Но так как я люблю ее, я не сделаю то, что обычно принято делать в еврейском народе. А в еврейском народе было принято следующее. Привези ее на площадь и заявить при всех. Я не касался к ней. Я чистый. И взять камень и первому бросить в Марию камень. И тогда общество закидало бы Марию камнями. Но он сильно любил ее. И он решил в своем сердце. Я ее отпущу. Скажу ей, иди с миром. Мне очень жаль. Но так как ты предала мою верность. Иди с миром. И когда он помыслил это. Я хочу прочитать вам место священного писания. Это первая глава Евангелия от Матфея с 20 текста. Но когда он помыслил это. А ангел Господень явился ему и сказал. Иосиф, сын Давидов. Не бойся принять жену твою. Ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына. И наречешь ему имя Иисус. Ибо он спасет людей своих от грехов их. И возникает вопрос. Кто такие свои? Вы слышите? Иисус умер не за всех. Люди привыкли говорить, что он умер за весь этот мир. Но Библия говорит. Ангел сказал Иосифу. Ибо он спасет людей своих. И возникает вопрос. Кто свой? Некоторые считают евреи. Они свои. Потому что, когда вы читаете Евангелие, там написано. Пришел к своим, а свои не приняли. И поэтому, значит, свои евреи. Кто свой Богу? За кем придет Христос второй раз? Он сказал. Да не смущается ваше сердце. Я приду опять. И возьму вас к себе. Возьму своих. Кто этот свой? Ответ написан в Евангелии от Иоанна. Третья глава, шестнадцатый текст. Мы уже с вами один раз читали его. Я процитирую его на память. Этот текст должен знать каждый житель планеты Земля. И соотнести себя к этому тексту. И посмотреть, где он стоит. А этот текст звучит так. Ибо так возлюбил Бог мир. Внимательно слушайте, кто свой Богу. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. Позвольте задать вам вопрос. Кто свой Богу? Верующий в Него. Независимо от того, какой нации вы принадлежите. Независимо от того, какой расе вы принадлежите. Какому государству вы принадлежите. Независимо от вашего происхождения, от вашего возраста. Верующий в Него не погибнет, но будет иметь жизнь вечную. Он свой Богу. Вот к чему я сегодня хочу призвать вас. Поверьте Иисусу. Примите Его в свое сердце. Позвольте Ему войти в вашу жизнь. Как я уже говорил, Он не войдет в вашу жизнь насильно никогда. Он будет стоять у дверей вашего сердца и нежно стучать, чтобы вас не огорчить. И Он желает, чтобы вы услышали этот Его стук. Если вы откроете дверь, Он войдет. Он создаст новый мир внутри вас. Он поможет вам смотреть на этот мир Божьими глазами, чтобы вы видели, что происходит и почему в этом мире. Он будет готовить вас к своему возвращению. И когда Он придет, Он узнает вас. Я в своем сердце открыл эту дверь. Не медлите и вы. Не опоздайте это сделать. Он скоро придет. Я хочу помолиться вместе с вами. О, Отец наш Небесный! Мы так благодарны Тебе, Боже, за то, что сегодня Ты был с нами вновь. Мы благодарны Тебе за то, что сегодня Ты приоткрыл занавес и Ты показал, чему надлежит быть вскоре. Ты сегодня показал нам, как произойдет торжение из космоса. Ты сегодня показал нам, каким образом Ты вернешься в наш мир. И Ты это четко начертал на страницах своего письма. Письма любви к своим детям на планете Земля. Ты не хотел, чтобы они ошиблись. И поэтому Ты четко это определил, чтобы мы могли знать, чтобы мы не поверили обманщику, чтобы мы могли верить Тебе, нашему Господу и Спасителю. Спасибо Тебе за Иисуса, драгоценного Спасителя человечества, который согласился умереть за грехи всех людей, которые поверят Ему. Боже, мы те люди, которые хотим верить Тебе, которые хотим принять Тебя, которые хотим пустить Тебя в свою жизнь, для того, чтобы стать своими Тебе, чтобы Твоя кровь была пролита за каждого из нас. И когда Ты придешь, чтобы Ты узнал в нас своих детей, и возьми нас в Твое Царство. А сегодня, когда мы пойдем домой, пошли нам чистые мысли в нашем размышлении. Пусть Твои ангелы могущественной силой хранят в дороге каждого человека. Пошли им нужный транспорт, заботься о их семьях. Пошли Твой мир, взаимопонимание, истинную неподдельную любовь между супругами, детьми и родителями. И, Господи, спаси нас. А завтра помоги нам вновь встретиться, потому что есть нам за что благодарить Тебя и любим Тебя. Молитва об этом во имя драгоценное, имя Господа и Спасителя Иисуса Христа. Аминь.